Говорим с военно-обозревателем Денисом Поповичем. Денис, рад приветствовать. Добрый вечер. Действительно ли логистика, именно та, которая касается вооружения, оружия по Керченскому мосту, сейчас временно или в целом прекращена? Я не согласен с выводами данного издания. Очевидно, они базируются в какой-то степени на заявлениях главы СБУ, господина Малюка, но он не говорил о том, что полностью прекращена. Он говорил о том, что она ограничена вследствие тех повреждений, которые были носены так называемому Крымскому мосту в июле прошлого года, когда он был обрушен. То есть он не используется в полную силу. Наверное, так было бы правильно сказать. Но все-таки он используется. То есть по нему перемещаются автомобили, есть трафик на нем. А почему мы забываем об автомобильном сообщении, что автотранспортом нельзя перевозить грузовичные материалы? Можно. Автотранспортом нельзя перевозить людей, в том числе и войска? Можно. Автотранспортом нельзя перевозить технику? Тоже можно. Но почему нет? То есть наверняка и скорее всего он уже не обладает, скажем так, теми возможностями, которые были, когда он еще не был поврежден. Но сейчас он используется. Поэтому существует прямой смысл для того, чтобы он перестал использоваться. То есть его необходимо нанести ему такой ущерб, чтобы его невозможно было бы, невозможно было бы как можно более продолжительный период времени использовать под назначением. То есть он стал надежным на ремонт. Денис, для этого должны сложиться воедино некие факторы, сразу ряд факторов. Почему до сих пор это не происходит? Перефразирую. Ну, сложно сказать, почему до сих пор это не произошло. Но, очевидно, есть какие-то другие задачи, которые сейчас считаются более такими, что сейчас их нужно выполнить. То есть очевидно, удары по аэродромам, удары по логистике, удары по складам, по штабам, по нефтебазам сейчас являются более срочными, нежели удары по так называемому Крымскому мосту. Однако я думаю, что это не замедленно случится. И в какой-то момент мы с вами проснемся утром, мы увидим, что, собственно говоря, он больше уже действительно не используется. Ни для шлифорожных сообщений, ни для автомобильных. Однако сейчас утверждают, что он вообще не используется. То есть я бы не стал, потому что трафик там есть. А коли он ездит, там что-то перевозится. Да, Денис, но можем ли мы говорить, что основной акцент сейчас делается на именно сухопутную логистику? Ну, очевидно, он будет сделан в существенной мере, когда будет закончена полностью железнодорожная ветка. Дополняющая, что же существовало, они же достраивают. И это расширит трафик, и таким образом не перестрахуются. В том смысле, если нам все-таки удастся завалить Крымский мост. И для этого, собственно, все-таки настроивается. Тогда, конечно, их возможности по логистике будут существенно расширены, потому что нужно понимать, что эта железнодорога на ракатной, она на сегодняшний день проходит вдоль линии фронта. Ну, ракатная дорога – это то, что походит вдоль линии фронта, параллельно линии фронта, так или иначе, вдоль побережья Азовского моря. И это, в общем-то, очень удобно для снабжения той группировки, которая сейчас находится в Приазове, в Запорожской области и так далее. Ну, это, конечно, по Запорожской области и про Крым. Она что-то идет из Ростовской области, через Малюполь, Бердянский, до Оливковой. Тогда, конечно, логистика будет расширена, и встанет вопрос, как перерезать эту железную дорогу, взять ее под огневой контроль, максимально повредить для того, чтобы наряду с обвалом так называемого Крымского моста можно было перекрыть снабжение и по этой ветке. Что сейчас позволяет строить эту или возводить эту железную дорогу? То есть какие факторы сейчас играют на руку для оккупантов? Она труднодостижима или уничтожение ее части не приведет к серьезным задержкам? Тут же эта часть может быть заменена оккупантами. В чем суть? Ну, во-первых, да. Да, то есть обстреливать эту магистраль так, чтобы взрывать рельсы на каких-то участках, ну, собственно говоря, не очень рентабельно, скажем так, потому что очень быстро можно ее заменить. То есть нужно наносить удары по каким-то узлам. Например, по мостам. Там очень много маленьких речек в Приазове, через которые нужно перебрасывать мосты, и там через эти мосты будут идти железнодорожные сообщения. То есть подрывать эти маленькие мосты для того, чтобы усложнить трафик по железнодорожной ветке. Бить по трансоматорам, по станциям, если они там есть. Я, честно говоря, не готов сообщить, если они там, но если они там есть, можно по ним бить. Что там еще можно делать? Ну, по каким-то уязвимым местам, если эти удары. Так, чтобы вот уже по-настоящему, надолго прервать сообщения. Однако сейчас нужно понимать, что мы до сих пор испытывали проблемы с боеприпасами до получения иностранной военной помощи. Поэтому, очевидно, это и наложило свой отпечаток на то, что не удавалось в полной мере нам помешать от строительства этой магистрали. Однако процесс предоставления военной помощи западными партнерами Украине разблокирован. Сейчас набирает обороты. Насколько я понимаю, это также сказывается на ситуации в сфере безопасности и на ситуации непосредственно на поле боя. А вот как это сказывается на ситуации на поле боя, прошу рассказать вас. Ну, есть сообщения о том, что уже боеприпасы начали появляться на линии фронта постепенно. И это, конечно же, помогает нашим ребятам наносить удары, более активно вести контрбатарейную борьбу и задерживать наступление противника на тех или иных участках. Прямая зависимость. У нас больше боеприпасов, больше возможности вести контрбатарейную борьбу, наносить удары по скоплению противника. У нас больше средств ПВО, уже не могут летать штурмовики над нашими позициями. То есть кусок авиационной поддержки отваливается у россиян. Больше бронированной техники, соответственно, как бы больше и шире возможностей в этом смысле. Больше противотанковых, скажем, систем, то уже эти танки в сарае не настолько будут активны в использовании, когда сейчас происходит. То есть все это нам будет очень помогать. Дальнейшее накопление этого вооружения, которое будет поставляться из Союза Штатов, из Европы, чешская инициатива должна заработать наконец-то в ближайшие недели. Оно приведет к тому, что мы будем больше не стать противником, остановим его наступление, нанесем ему потери, которые не позволят ему дальше наступать, обескровим его и создадим условия для уже наших контрруда. Но когда это случится, много раз повторяю, когда это произойдет, мы сейчас не можем произойти. Окей, увидим, да, постфактум сможем обсудить. Денис, завтра в Российской Федерации, в Москве очередной приступ победобесия ожидается, да, тот самый парад победы. Как вы считаете, много ли, в кавычках, трофейной техники будет на Красной площади? Ну, они там собирали какую-то трофейную технику, да, там были танки «Леопард», какие-то, значит, инженерные, инженерные, значит, машины, бронемашины, «Макс-Про», в частности, там сообщалось. Я думаю, что не выставят и попытаются там устроить наподобие парада 1146 года и так далее, для того, чтобы, значит, волшебить публику. Посмотрим, что там будет. Ну, более мне интересны, конечно, политические деятели, которые будут там присутствовать на 9 мая, что там Гвинея, Бесау, Лаос. Ну, при всем уважении к этим государствам, я никоим образом не хочу обидеть главы этих государств и этих стран. Нет у меня такого намерения, нет такого у меня желания. Однако надо понимать, что ни Гвинея, Бесау, ни Лаоса, они, в общем-то, не существовали физически, когда еще была Вторая мировая война. И можно понять, вообще, можно понять, что если Путин их приглашает, то до какой степени международный взгляд он уже дошел, если он вынужден вот такое отношение делать. Да, это важный фактор. Основываясь на нем, можно делать много выводов. Денис, спасибо большое. Денис Попович, военный обозреватель, присоединился к нашему эфиру. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал Freedom, чтобы не пропускать главного. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова